В Бендерэ в гости к Георгию Панову пришли сотрудники местного УВД и ученики Республиканского кадетского корпуса. Они помогли с домашними делами, а заодно и пообщались с ветераном Великой Отечественной войны. Подробности смотрите далее в сюжете. Здравствуйте! Разрешите к вам в гости? Да, проходите. Цветочки вам? Спасибо. Пришли вас проведать? Может что-то нужно помочь по хозяйству? Вы нам фронт работы говорите, а мы быстренько все сделаем. Я рад, что вы пришли ко мне в гости. В гости к ветерану с настоящей генеральной уборкой. Сотрудники бендерской милиции, воспитанники Республиканского кадетского корпуса МВД подошли к делу основательно. Собой принесли целый арсенал моющих и подручных средств для уборки. Оружие в руки. Итак, фронт работы определен. Первым делом вымыть окна, собрать всю пыль и паутину, скопившиеся за зиму, выбить ковры. Для кадет-старшеклассников любая задача по плечу. Работа кипела и на кухне. Девчонки из Республиканского кадетского корпуса с сотрудниками УВД под руководством дочери ветерана Марины дружно готовили пирожки. Тесто дрожжевое. Сейчас налепим и пожарим. И будем печать. Мягкое эластичное тесто под разговор о великом подвиге Героев Победы быстро формовали и начиняли. Училось как окно в школе. Мы приходили к ветерану, поздравляли его с праздником. Именно вы 9 мая дарили ему цветы, пели ему песню, рассказывали стихи. То есть в качестве кадет вы первый раз? Да. Это очень почетно для нас. Между делом кадеты спели ветерану военную песню. Почему же ты замер на сердце ладонь, а в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Подполковник запаса, военный летчик, поэт и прозаик Георгий Яковлевич рассказал молодежи о своих военных подвигах и даже продекламировал свои стихотворения о родине и о любви. В быстром гнестре я купался, на пляже играл, загорал, со школьной подругой встречался и с нею о многом мечтал. Спецотряд по наведению чистоты действовал слаженно и дружно. Спустя полтора часа с уборкой было покончено. На столе красовались пышные румяные пирожки с капустой и картофелем. Оказалось, их очень любит Георгий Яковлевич. Мы хотим вас угостить. Я должен вас угощать, а не вы меня. Попробуйте. На самом деле мы понимаем то, что мы последнее поколение, которое видит ветеранов Великой Отечественной войны, и нам это очень приятно. Ветеран остался доволен результатом. Он поблагодарил гостей за проделанную работу. За чашкой чая беседа продолжилась.